Сорт Рим я купил у частного продавца совершенно случайно. Понравился внешний вид и размер плодов. Начал искать информацию о сорте и ничего конкретного не нашел. Чаще всего написано, что сорт родом из Италии. И на этом описание заканчивается. Поискал на сайтах Италии и вообще на западных сайтах и был удивлен. Там пишут сорт из России. Есть версия, что сорт все же был привезен из Италии. Название было утеряно и местные продавцы семян придумали свое название. Также некоторые считают, что сорт похож на томат Колосо Дироги. Может он и похож, но у сорта Рим лист обычного типа, а у Колосо Дироги лист картофельный и некоторые другие характеристики также не сходятся. В общем, достоверной информации нет. Есть лишь догадки. Снова результат небрежной работы продавцов семян. Томат Рим – это средне-поздний сорт. Я бы даже сказал поздний. Сорт подходит как для теплиц, так и для открытого грунта. Томат индетерминантный. Высота куста в открытом грунте была полтора метра. В теплице будет более двух метров точно. Куст среднеоблиственный. Лист обычный. Растение мощное, с толстым стеблем. Пасынки растут активно. Формировать куст лучше всего в два стебля. Но нужна не просто хорошая подвязка, а очень хорошая. К этому нужно быть готовым. Подвязывать нужно будет каждую кисть и очень основательно. Первая цветочная кисть сформировалась над девятым листом. В кисти может быть 1-2 плода, а может быть и 5-6. Созревают помидоры постепенно, по очереди, не одновременно. Урожайность у меня на участке он показал ниже среднего, я бы даже сказал низкую. Я поискал информацию и увидел, что у многих урожайность он показал средненькую или даже ниже средней. В то же время некоторые говорят, что со своих семян урожайность на второй год значительно улучшалась. И если первый год люди в основном недовольны были урожайностью, то на второй год все было гораздо лучше. По устойчивости к заболеваниям у сорта Рим все хорошо. Он не болезненный, можно сказать устойчивость хорошая выше среднего. Нормально перенес и сильную жару и довольно низкие температуры. Главная особенность сорта Рим, конечно же, плоды. Это действительно огромные, округлые, ребристые, красные помидоры. Масса легко может быть килограмм, особенно на первых кистях, а средняя масса будет грамм 500. Маленьких плодов даже не было. В разрезе помидоры мясистые, сочные, но с небольшими пустотами. Семян мало, кожица тонкая, но при этом плоды ни разу не растрескивались. Аромат у плодов привычный, помидоры. Вкус хороший, как я называю классический, когда есть баланс сладости и кислинки. Именно вкус хорошего красного помидора, который нравится многим людям. Если плоды переспевают, вкус ухудшается, незначительно, но все же появляется пресность. Хранятся плоды недолго, лучше перерабатывать их в первые же дни. Естественно, помидоры сорта Рим лучше всего подходят для салатов, томатного сока и соусов. И вкус, и структура, и масса плодов, все как раз располагает к этому. По итогу могу сказать, что сорт Рим интересный. Главная проблема лично у меня была в низкой урожайности, но как вы понимаете, не факт, что это проблема сорта. Даже если на низкую урожайность жаловались многие, кто его выращивал, возможно, ему нужны особые условия. Кроме этого, томат требует достаточно много внимания к себе при выращивании. Частое посынкование, формировка, каждый помидор нужно подвязывать, иначе он сломает стебель, не выдерживает кисть. Сорт довольно поздний, наверное, самый поздний был у меня на участке. Из плюсов сорта хорошая устойчивость к заболеваниям и, конечно же, красивые, огромные плоды с хорошим вкусом. Они могут удивить своим внешним видом и размером, и при этом не разочаруют вкусом. Нужно, конечно, вырастить Рим еще разок, чтобы попытаться получить нормальный урожай, но если честно, я еще подумаю. Возможно, немного позже. Сейчас в планах много других интересных сортов, да и размер помидоров для меня не главный параметр. Напротив, иногда здоровенные плоды создают только лишние заботы. Если подумать, то на роль рабочего сорта есть более подходящие томаты, с не менее вкусными плодами и при этом более урожайные и требующие значительно меньше к себе внимания. Ну а если для красоты и чтобы похвастаться действительно огромными плодами, то экспериментировать с сортом Рим вполне можно. Если вы выращивали сорт Рим, поделитесь своими впечатлениями. Возможно, я передумаю и попробую вырастить его еще раз уже в следующем сезоне. Рим. 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 Рим.